Всем привет! В рамках этого IT Talks я собираюсь рассказать вам о том, как думают Фишера. Меня зовут Владислав. В свое время получил степень бакалавра в Харьковском университете радиоэлектроники и степень магистра в ПСИ университете по направлению кибербезопасности. В прошлом координатор АВАСП НОРА Чаптер и член сообщества АВАСП Нью-Йорк Чаптер. Также активный участник БакБаунти программ и CTF. В данный момент работаю IT-секьюрити консультантом slash penetration тестером в DataArte и в своей работе и учебе регулярно сталкиваюсь с фишиновыми компаниями. Так вот, почему социальная инженерия? По природе своей люди довольно-таки доверчивы, из-за чего часто попадаются на разные трюки. Также все, что связано с конфликтом, все, что связано с внутренним противоречием. Когда нам начинают о чем-то рассказывать, если мы даже внутренне не согласны, это вызывает конфликт. И самый простой способ избежать этого конфликта – это поверить человеку, с которым мы общаемся, который нам пишет, который предоставляет нам информацию. Также важным фактором является то, что мы часто недооцениваем ту информацию, которой владеем. И, как говорил классик, самое слабое звено в любой системе безопасности – это человек. Сейчас я хотел бы показать небольшой фрагмент из шоу Джимми Кимела, где у людей на улице спрашивают о их паролях. У разных людей на улице спрашивают о их паролях под предлогом проверить, насколько он безопасен или нет. Это может быть и постановка, может быть нет, но, мне кажется, такое имеет место быть. После ряда наводящих вопросов люди просто забывают о том, что это может быть их пароль, о том, что эта информация важна и продолжают ее выдавать. Так вот, зачем фишеры это делают? Довольно-таки часто я слышу подобную фразу «зачем меня взламывать? Что от меня можно получить?» И фишинг – это что-то общее, абстрактное. Скорее всего, вы и сами сталкивались с подобными фразами. Кто-то в вашем окружении мог говорить. Так зачем же фишеры это делают? Самое простое и самое очевидное – это сбор информации. Даже просто открывая сообщение, которое вам приходит, если в нем встроены картинки, которые хостятся на сервисах злоумышленника, он уже может узнать, валидный ли это имейл. Если же сообщение было открыто, значит, такой пользователь существует, значит, имейл используется, значит, дальше на него можно продолжать слать информацию. Кроме того, даже просто кликнув по ссылке, мы уже передаем злоумышленнику информацию о том, через какой браузер мы перешли по ссылке, какая у нас стоит операционная система и версия самого браузера. Возможно, она устаревшая, возможно, у нее есть какие-то известные уязвимости. Мы передаем информацию, которая может далее быть использована злоумышленникам для продолжения атаки. Помимо того, перейдя по ссылке, мы можем скачать какой-то вредоносный файл, либо же запустить JavaScript на самой странице, на самом браузере. Все то, что может привести к распространению зловредного программного обеспечения. Само обеспечение может также варьироваться. Это может быть Backdoor, который откроет прямой доступ злоумышленнику. Это может быть Cher, который продолжит распространение по внутренней сети компании. Это могут быть, не дай бог, майнеры, которые начнут использовать ресурсы компании для майнинга криптовалют. Помимо всего этого, перейдя по ссылке, мы даем злоумышленнику возможность проникнуть во внутреннюю сеть самой компании и уже изнутри сети начать продолжить собирать информацию, искать какие-то активы, которые недоступны наружу, которые доступны только изнутри компании. Это может быть почтовый сервер, это могут быть какие-то пересылки, рассылки, сообщения. Все то, что можно в дальнейшем также использовать для другой атаки. И самое простое, наверное, это финансовая выгода. Тут в качестве примера могут быть сообщения с пустыми необоснованными угрозами, шантажами, вымогательствами. Для примера, видео, которое вы недавно смотрели на всем известном сайте, было заражено мною, и этот вирус активировал вашу веб-камеру. Можете ознакомиться с вашей реакцией на это видео. И весь ваш список контактов тоже может ознакомиться с вашей реакцией на это видео, если вы не переведете деньги сюда в какой-то короткий срок. Сейчас предлагаю всем нам подумать, кто может стать лучшей жертвой для фишинга. Скорее всего, все мы подумали о высших чинах, о хедов компании, о тех, у кого есть доступ к ценной информации. Это может быть human resources, это может быть accounting, это люди, которые обладают информацией, которую можно в краткие сроки монетизировать. И так, скорее всего, подумали все фишеры, так как подобные люди довольно часто, чаще других сталкиваются с данной проблемой, сталкиваются с фишингом. С другой же стороны, обратная сторона медали заключается в том, что к таким людям обычно от них требуют лучшего подхода к безопасности. Они проходят дополнительные тренинги, они имеют какой-то опыт в этом, технические защиты. Это же делает наши шансы на успешную фишинговую компанию в разы меньше. С другой же стороны, есть рядовые сотрудники компаний, есть, как подсказывает квадрат, вы. И, используя такую вещь, как цифровой след, та информация, которую мы оставляем в сети, пользуясь такими сервисами, как Facebook, Twitter, LinkedIn, HeadHunter, под этим HeadHunter я подразумеваю любой сервис, где можно оставить свою вакансию, свою кандидатуру, дополнительную информацию о тем, чем вы занимаетесь, о себе. Используя Facebook, можно вытащить, узнать такие данные, как ваши интересы, как дату рождения. Все, что, казалось бы, не имеет никакого значения, но, с другой стороны, помогает получше узнать вас. И в дальнейшем прислать таргетированное сообщение, которое заденет именно вас. Несмотря на ранг, на положение в компании, на должность, любой может стать жертвой таргетированного фишинга. И чем больше информации об этом человеке находится в сети, чем больше информации можно подобрать, тем вероятнее именно на него будет направлены глаза фишера. Далее о методах, о вариантах рассылок. Информация о сотрудниках, их имейлы. Хочу также отметить, что имейлы и логины не являются секретом. Их можно узнать, их можно найти в поисковых машинах, их можно подобрать, их можно составить. Используя автоматические тулзы, используя сервисы, можно вытащить большую часть сотрудников любой компании, к каждому из них подобрать несколько вариантов имейлов и составить список, по которому уже можно рассылать фишинговые сообщения. Другое же дело – это спирофишинг, когда из общего числа сотрудников выбираются самые интересные, самые яркие, на взгляд, фишера, те, кому можно подобрать больше информации и повысить вероятность успеха всей компании. Какую же тактику или эмоции могут использовать фишера? Что касается тактики, массовые рассылки обычно сами по себе шумные, большое количество одинаковых сообщений, которые прилетают в компанию, довольно часто легко распознаются внутренними средствами защиты. Помимо средств защиты технических, массовые рассылки затраивают разные эмоции, им свойственно обсуждаться, обсуждаться на внутренней кухне. особенно эмоции, которые вызывают негативный эффект – панику, испуг, паранойю. Эти эмоции делают наши рассылки еще более шумными. Даже если они успешно преодолеют технические средства защиты, люди, собственно, обсуждать то, что вызывает у них негативные эмоции. Из-за чего есть вероятность того, что кто-нибудь из этого скопа, из жертв заметит редфлаги, распознает фишинг и перешлет локальным админам, тем, кто всю эту атаку заблочит и предотвратит. Однако даже этого времени будет достаточно для злоумышленников, обычно это в районе часа, для того, чтобы натворить делов, для того, чтобы собрать необходимую информацию, для того, чтобы провести разведку внутри сети и в случае каких-то открытых возможностей, будь то уязвимой системы, распространиться. С другой же стороны, есть таргетированная рассылка, что подразумевает небольшой скоб. И, согласно статистике, большинство хакерских группировок в 65% атак используют именно таргетированный фишинг. Так как, в отличие от массовой рассылки, каждое сообщение подбирается конкретно под пользователя, что помогает избежать детекта от технических средств. И обычно они составлены настолько грамотно, настолько персонально, настолько так трогает вас, ваши чувства, что не остается других вариантов, как перейти. Также хотелось бы отметить такие эмоции, как любопытство, жадность и личные интересы. Это то, что касается лично вас и то, что, скорее всего, будет неинтересно никому, кроме вас. Опять же, это первые мысли, которые могут возникать. Такие рассылки, которые играют на таких эмоциях, они обычно повышают вероятность рядового человека классно перейти по ссылке. С другой же стороны, те люди, которые в случае негативных эмоций могут заметить редфлаги и распознать фишинг, в этом случае они же просто могут пройти мимо. Грубо говоря, мы искусственно занижаем вероятность успеха, но с другой стороны, мы занижаем также шум. И количество, несмотря на низкое количество попавших людей, мы сможем оставаться в системе достаточно долго, чтобы изучить ее полностью и натворить еще больше дел. Отдельно хотелось бы рассказать про доверие. Люди сами по себе доверчивы и фишерам свойственно этим пользоваться. Они в своих сообщениях пытаются оставить как можно больше якорей, за которым можно зацепиться, с помощью которых можно доверять. Для примера представим себе, что в вашем LinkedIn вам приходит сообщение в Direct от человека, у которого в контактах много ваших коллег. сам профиль ведется успешно, довольно-таки давно, в нем публикуется какая-то информация, а профиль сам по себе живой. И все эти факторы, включая коллег в контактах, они способствуют вашему доверию, тому, что вы будете не так бдительно и скорее всего перейдете по бредоносной ссылке. Что касается фишинга в условиях карантина, в первую очередь, при работе издому исключаются живые каналы передачи данных. Внутренняя кухня, которая присутствует при работе в офисе, нивелируется, и мы остаемся сами наедине с проблемой, с фишинговым письмом. Нам прислали что-то, с чем надо разобраться. И варианта просто спросить у соседа может не быть. Та я не исключаю возможности написать кому-то. Тем не менее, это не то же самое, как живая передача эмоций. Также хотелось бы процитировать своего коллегу Шаки Кара, который представляет NVC, Department of Education, который говорит на эту тему следующее. Переключаясь на работу издому, мы оказываемся в родных стенах. И эти стены дают нам некую уверенность и расслабленность, снижая нашу бдительность. Что также повышает вероятность, что мы попадемся. Статистика показывает, что условия карантина идеальны для фишинга. количество массированных рассылок, массовых рассылок увеличилось практически в 6 раз, если сравнивать с периодом до карантина. Сама тема настолько въелась в головы людей, она постоянно на слуху, она постоянно обсуждается из всех новостей, и она бьет по самым больным чувствам. Это как раз таки страх, паранойя, из-за чего учитывая все эти факторы, количество, вероятность успешных таких рассылок повышается в разы. Далее, чуть позже я скину ссылку на источник, где каждый день публикуются апдейты по количеству кейсов, связанных с причиной карантина. каждый день репортят десятки и сотни тысяч сообщений, связанных с причиной карантина. Фишеры используют карантин, используют эпидемию для того, чтобы по тем же причинам, рассылки идут уже от имени Всемирной Организации Здоровья. И данные рассылки обычно ссылаются на авторитетный источник. Это может быть какая-то информация, которая на разных каналах, разных источниках информации довольно часто цитирует и ссылается на ВОЗ. И очередная новость, которая придет нам с ссылкой на ВОЗ, может восприниматься так же легитимно, как и все остальные. Посему необходимо тщательно проверять информацию, которую вам присылают, особенно в условиях карантина. Также они используют давление и угрозы вашему здоровью. Все мы знаем, что причина карантина это опасная штука, и эмоции, которые у нас возникают в ассоциации с этой самой причиной, побуждают нас действовать до того, как мы подумаем о том, что мы будем делать. Это может быть передача персональных данных или что-то в этом роде. Также использование локальных происшествий и новостей. Тут в качестве примера я хотел бы привести то, что я видел в условиях Москвы, сообщение оттуда, о том, что вы нарушили карантин и в связи с такой-то статьей на вас возлагается штраф, который вы должны оплатить туда-то или туда-то. Либо же через какое-то время, если вы этого не сделаете, будут какие-то последствия. И я не удивлюсь, если это вполне успешно работает. Какие могут быть методы противодействия в хишином? Хочется отдельно отметить и напомнить, что нужно дважды проверять адрес отправителя и ссылки, которые находятся в теле письма, будь то смс-сообщение, либо же имейл. Также никогда не предоставляйте персональные и финансовые данные, если не уверены, с кем ведете диалог. Опять же помним про доверие. лучше всего несколько раз это все проверить. Если в теле письма есть какая-то информация с ссылками на первоисточник, например, от имени авторитетного издания, от имени авторитетного источника, от той же организации здравоохранения, лучше всего перейти на сам сайт здравоохранения и проверить эту самую информацию. Не через ссылку, которая будет в теле письма, а открыв отдельную тапку или просто загуглив. Также best practice будет использовать двухфакторную аутентификацию. Даже если вы ведете свои credentials, такие сервисы, как Duo, помогут узнать, откуда идет попытка зайти в ваш аккаунт. Даже если вы вводите это все на сайте злоумышленника, следует дважды проверить, откуда идет попытка логина. Ваш ли браузер, ваш ли IP, ваша ли система. И напоследок хочется пожелать быть внимательными и также подытожить те тезисы, которые прозвучали ранее. по статистике все чаще обычный фишинг переходит, все чаще используется таргетированная рассылка вместо массовых, все чаще фишинг становится более персонализированным, рассчитан под конкретного человека. Эмоции, особенно негативные, чаще всего побуждают нас делать что-то, прежде чем мы подумаем об этом. Условия карантина идеально подходят для фишинга и для рассылок, поэтому еще раз будьте внимательны. И сейчас я готов ответить на вопросы, если таковые есть. ссылку на видео я скину в чатик чуть позже и ссылку там, где обновляются данные по поводу фишинга каждый день. Также будем рады услышать ваш фидбэк по ссылке, которую вы можете увидеть в комментариях. Особо вопросов я не вижу, поэтому я думаю, что мы могли бы перейти к следующему презентации, к следующему спикеру. был вопросик. Вопросик заключается в том, каким образом утекает информация, то есть какие-то технические детали того, как именно фишинг работает после того, как мы жмакаем по ссылке. Ага, в этом плане. Информация утекает вместе с запросом браузера. Мы переходим по ссылке, мы открываем его в своем браузере. И браузер в хедерах указывает в юзер-агенте, каким браузером мы пользуемся. И также там зачастую есть информация о нашей системе. Это происходит, когда браузер открывает эту ссылку. Таким образом происходит утечка информации. дальше можно понять, например, можно ли запустить эксплоит какой-то. То есть на самом деле те веб-сайты, которые пишутся для фишеров, фишерами, если это какая-то очень сверх таргетированная атака, она обычно направлена на эксплуатацию каких-то уязвимостей в продуктах. Например, она рассчитана на то, что вы используете устаревшую версию браузера или устаревшую версию операционной системы, в которой есть известные дырки с известными эксплоитами, которые в интернете просто валяются, можно их скомпилировать и использовать. Соответственно, когда атакующий получает эту информацию, скрипт автоматически на веб-сайте фишинга может определить, может он заразить эту цель или нет. Если может, то, соответственно, запускается эксплоит, который эксплуатирует ваш браузер. если у вас там все плохо с точки зрения security, там нет антивирусов, firewall не стоит, еще там каких-то штук нет, операционная система не апдейтилась, то, в принципе, вы подвержены атаке. Это один из видов автоматического заражения Amalware такого рода, как мне кажется. А второе, это просто кража ваших данных, когда вы переходите на какой-то веб-сайт, там есть заплатка, похожая очень на какой-то легитимный веб-сайт. Я верно говорю, Влад, да. Да, да, все так. Чаще всего то, что вы откроете, будет похоже на какой-нибудь легитимный сайт с аутентификацией, будь то логинка Microsoft, будь то, если это таретированная атака, то это может быть переделыванная логинка DFS, которая напоминает вашу, или что-то в таком духе. Если не проверять саму ссылку, которая в адресной строке, то такие сайты очень тяжело отличить от настоящих, и пользователь просто вводит свои логины, пароли. Ссылка, которая в чате, это не фишинг, это SurveyMonkey, там будет опрос для вашего фидбэка, как можно превентить получение контроля над камерой. Самый простой способ это заклеивать камеру, как бы это смешно не звучало. Также, если нет возможности заклеивать, камера может использоваться только одним процессом на компьютере. Можно либо найти исходники, либо написать такой скрипт, который будет постоянно задействовать камеру. Если она будет работать для вас в каком-нибудь свернутом окне, даже не важно, если она будет работать у вас, то она не сможет передавать информацию куда-то еще. Речь не только про CSS-атаки. CSS это часть того же фишинга, CSS, CSRF, это то, что вам приходят какие-то ссылки, чаще всего на легитимные сайты, в которых есть данная уязвимость XSS, например, XSS. И ссылка выглядит легитимной, но в конце будет какой-то JavaScript, скорее всего, какие-нибудь страшные вещи, которые можно увидеть. Мы же говорим о JavaScript, который работает на самом сайте. Если мы переходим на левую ссылку, на сайт злоумышленника, то там может помимо логинки, которая будет требовать ваши креды, там также может быть и вредоносный JavaScript, который в лучшем случае будет просто использовать ресурсы браузера, ресурсы компьютера для какого-нибудь майдинга. В худшем это может быть и кейлогер, и другие страшные вещи. отличаются ли уязвимости мобильные приложения и для ПК? Отличаются. У каждого приложения может быть свой подход, у кого могут быть свои уязвимости. Отличный пример. Несколько лет назад, по-моему, в шестой или в пятой версии Андроида, именно в Андроиде, была уязвимость, которая заключалась в медиапроигрывателе, в той системе, которая интерпретирует и показывает вам на экране картинки или аудиофильмы, неважно. По ссылке, допустим, вы могли бы перейти на какой-нибудь развлекательный сайт, на котором несколько картинок с кошечками, собачками, и пролистав несколько из них, ваше устройство уже будет заражено. Тип атаки какой именно? Как называется этот тип атаки? Тип атаки связанный с вредносным джаваскриптом или же ссылками, или когда нам пытаются заставить перейти по XSS ссылки. Если в общем мы говорим про социальную инженерию, которая может быть использована для доставки либо уязвимых сообщений, уязвимых ссылок, ресурсов для того, чтобы конечный пользователь по этой ссылке перешел. Это все называется социальная инженерия. Хороший вопрос, как называется ресурс с джаваскриптом вредоносным. Скорее всего Вадим не поможет ответить на вопрос. Где вредоносный JS-код? Ну вопрос хороший на самом деле. Смотря про какой мы код говорим. Раньше был такой сайт, значит, ребята на JS-е написали майнер. Вот я забыл, очень популярный был, я забыл coin, забыл, как сайт назывался. Вот и им пользовались кому не лень, по-моему, даже легитимные сайты вставляли у себя джесник. И когда заходишь на сайт, он у тебя начинает тормозить, потому что у тебя ЦПУ виснет, все виснет, ты помогаешь этому сайту зарабатывать деньги тем, что они майнят на твоем мобильном телефоне или на твоем девайсе. Чуть-чуть манера криптовалюты. Тоже такой себе легкий вредоносный код. Также его во многих malware атаках использовали, когда это было популярно. Сейчас его, кстати, закрыли и все, больше он не работает, потому что ребята его писали с благими целями, а потом оказалось, что его в атаках используют. Они сказали, ну мы так не хотим жить, поэтому мы его закроем на это, наверное, и закрыли. Вот, и вся эта тема очень быстро прикрылась, то есть теперь уже такого рода атаки они редко используются. Если мы говорим про какие-то другие вредоносные JS-ники, вообще есть такой сайт отличный называется exploit-db.com там есть очень много описания различных эксплойтов для уязвимости. Я думаю, что там можно поискать какой-то код на JS, который можно было бы эксплуатировать какие-то штуки. Более специфичные вещи, конечно, пишутся вручную. Опять же, сейчас мы говорим больше про средства доставки, как верно указал Дмитрий, про то, что phishing это больше про то, как доставить exploit, доставить то, что можно эксплуатировать далее конечному пользователю. Так, по времени я думаю, сейчас мы перейдем к следующему нашему спикеру, Вадиму Чакрину, который расскажет о безопасности работы из дому. Да, спасибо, Влад. Сейчас минутку, мне надо немножко настроиться. Я уже давно не нервничал перед выступлением, я думал, что меня колбасит, из-за того, что я нервничаю, а потом оказалось просто, что у меня холодно в квартире, вот включил обогреватель, мне полегчало. Сейчас вот зашарю. Если будете слышать BackNoise, это ко мне кот ломится в дверь, он хочет есть, а я вот пока занят, и не могу его покормить, но в общем, если что-то будет греметь, то знайте, это Тима, этого зверя зовут Тима. Слушай, а я что-то шарю сейчас, Влад. Ух ты, круто, я не вижу, что я шарю. Сейчас должно быть на большой экран, да? Сейчас ты шаришь заметочки. Как заметочки, не понял. Не презентацию разве? Нет, вторую панель. Ладно, сейчас перешарим. минутку. Давайте вот так вот. Так. Ой, неправильно. Я понял, в чем проблема. Ты начни презентацию, а потом в параметрах share screen выбери именно тот скрин большой с презентацией. так сложно. Так, а я пока скину тебе с руки. Так, вот так нормально? Да, да, да. Так, О, супер, спасибо, спасибо большое. Наконец, мы настроились. Ох, уже система, ниппель целый. так. Сегодня мы поговорим с вами о том, как секьюрно работать из дому. На самом деле, эта тема такая же ветрепещущая, она затронула, пожалуй, всех и бизнес, и секьюрити-инженеров, и, в общем-то, затронула и сотрудников, которые работают в компаниях. Мы сейчас не говорим про то, что в некоторых компаниях идут сокращения и так далее. Мы затрагиваем чисто вопросы информэшн секьюрити, там хватает тем, о которых нужно поговорить. Вот сегодня об этом мы и поговорим. Начну с того, кто я, немножко о себе расскажу. В инфосеке я лет 10, уже больше, на самом-то деле надо презентацию, наверное, обновить. Учился на специальности управления информационной безопасностью, потом работал в разных компаниях, преподавал. Сейчас об этом тоже поговорим. У меня 7 лет преподавательского опыта и сетевые технологии, Information Security ввел, и в институте ХНУРЕ преподавал. Около 5 лет в IT, на самом деле около 6 уже, наверное, ну не около, работал в Samsung Research Development Center и в DataArt компании. Был какое-то время консультантом. Ну, вообще, очень большую часть моей жизни я преподавал и писал диссертацию. В свое время, пока работал в университете, успел организовать такие чапторы, как Havasp и SACA. Организовал небольшую команду, и мы создали проект HackUp Learning Network, в рамках которого мы переводили материалы для обучения подростков-школьников хакерству. Также у нас проходили различные CTF, конференции мы подготавливали. Общая сложность около 10 конференций мы провели встречи, мастер-классы проводили и так далее. Все это было локально в Харькове. Сейчас эти все вещи не активны в силу определенных обстоятельств. Но я думаю, что может быть мы это возродим. Кстати, кому будет интересно, можно этот вопрос обсудить. Ну да, это мои убеждения. То есть я всем рассказываю о том, что инфосек-профессионалы это доктора современной эры. В общем-то посмотрим, как она дальше будет складываться. Большой топик, не буду останавливаться на этом лозунге, больше. О чем сегодня поговорим? Поговорим сегодня о животрепещущей теме, о том, что нас заперли в домах, мы должны работать удаленно. Это, конечно, налагает свои определенные обязательства как на нас, так и на инфосек-команды, которые работают в наших организациях, так и на сами организации, на менеджмент, который должен принимать решения, взвешивать риски, который должен принимать их или устранять и так далее. Большая история на самом-то деле. И, честно вам сказать, я сейчас работаю в DataArt, в инфосек-команде, то есть мы обеспечиваем внутреннюю безопасность компании DataArt. и этот режим работы WorkFromHome очень большую стряску задал, потому что нужно было пересмотреть очень много вещей, бизнес-процессы поменять и пересмотреть то, как мы относимся к нашим рискам, как мы работаем с информацией и так далее. Но обо всем по порядку. Давайте для начала поговорим о том, что вам следует делать для того, чтобы оставаться more secure, для того, чтобы сохранить вашу информацию о безопасности и о том, как вы могли бы помочь организации защищать их активы. На самом деле этот раздел будет самый большой, потом чуть поменьше про инфосек-инженеров, совсем маленький будет про компании, но я специально старался, чтобы вам было интереснее на вас больше внимания уделить. что советуем делать мы, как инфосек-специалисты? Во-первых, желательно сосредоточиться в нескольких областях. Одна из них это ваша домашняя сеть. я понимаю, что для многих людей, которые не связаны с технической конфигурацией сетевого оборудования, которое не связано с администрированием, программированием и так далее, эта тема может быть достаточно сложная из разряда разговоров про квантовую механику и Ката Шрёдингера и что-то подобного, но все же надо постараться хотя бы настроить базовый какой-то network protection. Если у вас не получается это делать, то попросить это сделать ваших security инженеров для вас как минимум. И как это сделать, что нужно настроить, мы об этом поговорим чуть-чуть позже именно про сеть. Digital devices это очень важный аспект, я думаю, что у каждого из нас дома как минимум несколько устройств. Лично у меня сейчас прямо на рабочем столе стоит рабочий ноутбук, мой персональный ноутбук, Sony PlayStation, телефон лежит и часы, которые смарт и работают по Bluetooth. У кого-то наверное уже умный холодильник появился, может быть туалет с каким-нибудь подключением к Wi-Fi, кофемашинки, я не знаю, там можно придумать миллион вещей, которые работают в цифровом мире передают данные по различным технологиям, протоколам. Если мы говорим про Internet of Things, это вещь связанная как раз с холодильниками, смарт-ТВ и подобными вещами, то так как эта область очень нестандартизирована, она крайне уязвима. Это знаменитая шутка о том, что буква С в аббревиатуре IoT это security, так как ее там нет, то security там тоже нет. поэтому к этому нужно относиться немножко более, так сказать, взвешивать риски и относиться более внимательно. Ну и последний совет это больше уделять внимание cyber-hygiene, так как бы гигиене вашей. Я не подобрал словосочетание лучше, наверное, можно было бы что-то здесь сказать, но как есть, так и есть. поговорим чуть позже о том, что вам следует делать для того, чтобы мыть руки в цифровом мире. Так, защищаем сеть. Большинство из вас, я думаю, что 95%, по крайней мере, статистика такая, используют Wi-Fi для того, чтобы подключать ваши девайсы внутри сети. Значит, если мы говорим о Wi-Fi, то сейчас вышел новый стандарт, который называется в Wi-Fi 3 и он намного более безопасный, чем Wi-Fi 2, который сейчас используется, но Wi-Fi 2 в принципе еще не скомпрометирован. И если вы используете Wi-Fi 2 с шифрованием AS, это стандарт шифрования такой, то в принципе ваша сеть абсолютно защищена с точки зрения криптографической защиты. Естественно, нужно хороший пароль поставить, но об этом мы тоже чуть позже поговорим. Ну вот как раз и оно. Нужно использовать надежный пароль и здесь есть ссылка, я привел ее в презентацию, презентацию тоже мы, наверное, расшарим чуть позже. Перейдя по этой ссылке, вы попадете на ресурс, который называется Have I Been Pound и на нем есть специальная функция, которая позволяет вам проверить пароль, который вы используете. И вы можете его проверить, на наличие этого пароля в Вадим. Возможно, это и была та самая предсказанная КТ-атака. КТ-атака. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Да, да, у него были проблемы, однако патчи уже, во всяком случае, первые патчи уже вышли. И атаки на Zoom довольно сложно реализовать. адблок. Так что помогает ли адблок? Обычно фишинговые сайты не живут долго. В скором времени они блокируются. Блокируются как поисковиками, так и внутри компании. Поэтому адблок в таких случаях не помогает. еще важный момент для того, чтобы эта блокировка прошла как можно раньше. В случае, если вы встречаетесь с фишингом, недостаточно просто осознать, что это фишинг, закрыть и уйти. Самый лучший best practice будет зарепортить сам фишинг. Если это сайт, то есть ресурсы, куда это можно репортить, которые я также скину в комментариях, как только, так сразу. Если это фишинговое сообщение, то админам кому только можно лучше зарепортить, чем не зарепортить, даже если не фишинг. Так, еще какие вопросы? Вадим пропал, скоро придет. хочу тоже стать security или penetration тестером. На данный момент знание секьюрности около нуля. С чего лучше начать? Во-первых, начать с security. Security это довольно-таки широкое понятие. Ответвлений очень много. Если мы говорим про penetration тестером, то могу порекомендовать ознакомиться с Библией всех penetration тестеров. Это хакерс хэндбук, где можно ознакомиться с разными вариантами атак, как их эксплуатировать и по какому списку можно переходить. Также платформа HackerOne предоставляет бесплатно книжку с наиболее распространенными уязвимостями, примерами их эксплуатации и как начать зарабатывать на них деньги. Также в интернете существует много ресурсов. Допустим, Web for Open Testers первый, второй, Hack the Box, разные CTF ивенты, Capture the Flag, где для того, чтобы зарабатывать очки для своей команды и выигрывать призы, нужно эксплуатировать уязвимости, находить их, думать своей головой и решать какие-то интересные задачки. Еще какие-то вопросы, с кем можно пообщаться по этому поводу? С кем можно пообщаться по поводу того, как войти в Security и Penetration Testing в частности? Начать можно по-разному. Кто-то сразу с хардкорной матчасти, криптография начинает, кто-то с тестов и взломов. Да, как я говорил ранее, кибербезопасность это довольно-таки широкое понятие. Нельзя просто сказать, я занимаюсь кибербезопасностью. Это может быть как отдельный этап, как отдельная сфера Penetration Testing, поиск, выявление и эксплуатация уязвимостей. Это может быть Incident Response Management, то есть обработка любых инцидентов в компании, связанных с безопасностью и не только. Кстати, еще статистика по поводу фишинга. По-моему, на 2018 год примерно 93% вплоть до 93% всех атак, связанных с человеческой ошибкой социумом, 93% приходилось именно на фишинг. С кем можно пообщаться по этому поводу? С нами, как минимум, после того, как сама презентация закончится. можно поискать, во-первых, Facebook ивенты вокруг меня, все, что связано с безопасностью, искать подобные ивенты, Avasp, Besides, UX Con, насколько актуально то, что я назвал. Однако, конференция, которая относится к кибербезопасности, это ваш путь к security community. Там можно и приобщиться к комьюнити, и найти, с кем можно пообщаться, и найти того, кто наставит на истинный путь. Так, по поводу хорошей секьюрности VPA2. Она имеет место быть, если производители сетевых устройств, которые вы используете, выпустили прошивки, устраняющие уязвимость в крак. Из-за того, что мне приходилось иметь дело с VPA2, наибольшее количество атак, связанных с взломом VPA2, именно с атакой на VPA2, опять же, завязано на человеческой слабости. И заключается, насколько я помню, в том, чтобы переподключить человека из своей сети на свою и показать окошко. Вам нужно снова ввести креды для VPA2. Но вводят опять же уже не в свое устройство, а в ваше. по поводу того же VPA2, VPA3 уже можно найти на ютубе ролики и как взламывать VPA3. Однако все еще считается секьюрным стандартом. и что касается подвечерного Секунду. Секунду. львовскому халялю IT-школы я знаю. В Zoom инсайдер сорвал вебинар и пришлось им прервать вебинар. Это Zoom бомбинг в действии. Да, такие кейсы случаются. На самом деле по этому поводу лучше обратиться после самой презентации, как мы закончим трансляцию, по той причине, что почему-то происходят варианты противодействия. Это может занять слишком много времени. Вопрос. Мнимая бабушка бухгалтерша, домашний ком внука, который серфит котиков. Есть терминальник за VPN-ами в FIRE-ами. Как поднять секьюрность бабули, которой нужно работать с ресурсами предприятия? Хороший вопрос. и он претендует на целый разбор, так как есть вопросы, есть факторы, которые повлияют на само решение. Домашний комп внука. Опять же, вопросов много. Что за комп, какая там стоит операционная система, предположим, в Винда, какая версия Windows. если это комп внука и бабушка бухгалтер, это может быть XP, который не поддерживается, который устаревший и дырявый, которому нужен свой подход. Как поднять секьюрность бабули? Этот вопрос больше относится к теме Вадима. Я думаю, будет лучше также уточнить это у него после презентации, после трансляции. Однако, сам же могу сказать, что лучшим вариантом будет поставить какой-нибудь агент на компьютер бабули. с помощью которого можно будет уже контролировать какие процессы там запускаются, внутренние процессы, что работает на компе, какие скрипты могут работать в фоновом режиме. Лучше всего такие моменты контролировать удаленно. Так, я вижу, Вадим к нам подключился. Вадим развлекал как мог. А с каких пор я отвалился? Со слайда с WPA2 и ссылкой на Hawaii BIM Pound. Ой, как я много рассказал-то за это время. Вы себе даже не представляете. Я вообще понятия не имею, что произошло. У меня в браузере он нарисовал, что страница с конференции отвалилась. все и может у меня интернет отпал. Это точно код есть хочет, он наверное шнур перегрыз. Я вам говорю. Так, еще раз шарю. Сейчас вот так вот. Да, так вот, спасибо, что подсказали. Так вот, значит, смысл состоит в том, что вы можете проверить ваши пароли, не являются ли, не находятся ли они в базе паролей, которые утекли до этого. Вот, поэтому используйте эту ссылочку, используйте Have I Been Pound для того, чтобы проверить, насколько надежен ваш пароль. Не надежен, а не находится ли он в базе утекших. Следующее, это создайте отдельный гест-аккаунт. Отдельный гест-аккаунт, не аккаунт, а отдельный гест-нетворк. Sorry, я немножко сбился из-за того, что я отключался. Сейчас вернусь, нормальный рейтнер. Создайте отдельную гостевую сеть на вашем Wi-Fi. Почему это очень полезная вещь? К вам приходят друзья, и вы не знаете, с какими девайсами они к вам приходят. Во-первых, в таком случае вам не нужно шарить пароль от своей Wi-Fi сети человеку, который пришел к вам в друзья. Вы добиваете пароль не от основной сети, а от гест-сети. Поэтому гест- Wi-Fi хотя бы с этой точки зрения очень хорошая. Но более того, вы не знаете, с каким девайсингом человек пришел. Там может быть устаревший андроид, который уже 10 раз взломали, там стоит куча малварей, человек нормально с этим живет. Мы не хотим это менять. Пускай живет спокойно с малварью, но мы не хотим, чтобы там малварь, которая есть у него на телефоне, она заэффектила те устройства, которые есть у нас в сети. Поэтому гостевая сеть в этом плане очень хорошо подходит для разграничения сетевого доступа. Вы в изолированную сетку закидываете людей, которые к вам приходят гости, и все отлично работает. Вторая вещь, которая гостевая сеть помогает, это размещение IoT-устройств. Те же самые смарт-телевизоры, холодильники, которые по Wi-Fi подключаются, кофемашинки, все что угодно. Тоже в гостевую сетку засуньте. Вам-то что нужно? Предоставить интернет-доступ. Но, во-первых, гостевая сеть будет полностью изолирована от вашей основной. Второе, это то, что внутри гостевой сети вы можете включить client изолейшн и даже внутри гостевой сети эти устройства не смогут общаться между собой. Таким образом, даже если какое-то у вас есть уязвимое устройство, например, вы точно знаете, что вы там используете очень древний телефон, который уже мог быть сломан, на нем куча уязвимости, засуньте его в гостевую сеть, включите client изолейшн, он только себя сможет заразить, больше никого он не затронет. выключите VPS. VPS это такая фича, иногда вот бывает, что вы подключаете например, робот-пылесос и на нем можно выбрать, если он по Wi-Fi работает, на нем можно выбрать функцию подключить по VPS. Вы ее выбираете, идете к Wi-Fi точке, там есть специальная кнопочка с такими двумя стрелочками, как кружочки. Вы ее нажимаете и ваш робот-пылесос сразу попадает в вашу Wi-Fi сеть. Вам не нужно вводить дополнительный пароль, на него вводить его в вашу сеть, он уже туда попал. Но хакеры используют это преимущество не хакера, а злоумышленники. Раньше VPS можно было очень просто взломать, потому что VPS PIN, который нужен для синхронизации устройств, он состоит из 8 символов, разделенных на 2 части по 4 циферки. Нужно было всего лишь перебрать 20 тысяч комбинаций, которые достаточно быстро перебирались, если не было VPS protection от brute force. И злоумышленник попадал в вашу внутреннюю сеть. Сейчас все VPS они оснащены специальной функцией, которая очень сильно замедляет этот перебор, и таким образом он может занять годы, например, у злоумышленника. Тем не менее, я не знаю ни одного человека, вот честно, не знаю ни одного человека, который ей бы пользовался. Если вы пользуетесь VPS, напишите об этом, пожалуйста, в чат. Мне просто интересно узнать, вообще есть люди в этом мире, которые VPS пользуются. Для меня функция абсолютно бесполезная, при этом риски от нее реально есть. Я бы советовал ее отключать. Обновляйте вашу firmware. Firmware это прошивку вашего роутера. Выходят очень часто объявления о том, что ваш, не ваш, а вообще в принципе у разных производителей оборудования, что найдены уязвимости на Wi-Fi роутерах. Эти уязвимости можно эксплуатировать и таким образом получить полный доступ к Wi-Fi точке. После того, как вы получите полный доступ к Wi-Fi точке, это все. Можно в принципе перехватывать ваши данные, можно атаковать вашу сеть, особенно если у вас DWRT и там Linux стоит на точке. То есть можно очень много всяких возможностей атакующих получает. Поэтому обновляйте фермвер, это обязательное условие, такой себе sanity check. Закройте порты, которые торчат наружу. Частенько люди прокидывают порты для того, чтобы поиграть с кем-то в какие-то игры. Ну там Counter-Strike или какие-то еще игры для того, чтобы связать два компьютера, которые стоят во внутренних сетях на одной стороне и на другой. Еще бывает такая необходимость, когда человеку нужно получить доступ по SSH или по RDP на свой внутренний компьютер где-нибудь из интернета. В таком случае вы тоже делаете порт-форвардинг во внутреннем вашей сети. Потом они забывают этот порт-форвардинг отключить. Проблема может быть в том, что через какое-то время этот порт-форвардинг может вести не на то устройство, на которое вы его настраивали. Вторая проблема в том, что вам нужно очень сильно относиться к безопасности, внимательно относиться к безопасности тех устройств, для которых вы этот порт-форвардинг настроили. В противном случае вас взломают, скомпрометируют внутреннюю сетку и снова же вы поимеете очень большие проблемы. Поэтому если это возможно и это вам не доставит больших неудобств, мы советуем вот эти порты по-ревьювить, закрыть их и вообще не использовать в ближайшее время. Следующее это то, что многие люди предоставляют возможность управления своим Wi-Fi роутером из интернета. То есть вы сидите где-нибудь в Wi-Fi кафешке или там на работе и вы можете зайти на ваш Wi-Fi роутер через браузер и поменять какие-нибудь конфигурации. В целом это практически никогда не нужно. Бывают редкие исключения, когда вам нужно получать такого рода доступ, но практически никогда это не нужно. Лучше отключить подобного рода доступ, особенно если вы не обновляете фернвер на ваших Wi-Fi роутерах. Поэтому вот эти вот рекомендации они основу создают. Если вы все это сделаете, то в принципе можно сказать, что вы будете достаточно secure с Wi-Fi точки зрения. Про Bluetooth это вообще отличная тема. Значит Bluetooth у нас по Bluetooth работает достаточно много устройств. Гарнитуры, вот у меня лежат наушники, которые по Bluetooth работают, колонки, а эти устройства типа там тех же кофемашин, холодильников могут по Bluetooth работать, передавать данные. телефоны можно парить по Bluetooth, ну и многое другое. Но совсем недавно вышла новость, и такое часто бывает, что на некоторых версиях мобильных телефонов можно было проэксплуатировать Bluetooth уязвимость и получить полный доступ к телефону. То есть фактически можно было бы устанавливать туда приложение, воровать данные и так далее. Мой, кстати, телефон Samsung S10e, тоже такой вроде свежий, новой модели, он тоже был заэффектен. Я его обновил, слава богу, вроде как от этой уязвимости избавился, но тем не менее большое количество современных моделей телефонов попадало в категорию уязвимых. Еще один интересный пример с Bluetooth, это один из антивирусных вендоров, как-то на презентации рассказывал, у них есть такая специальная комната, где она выглядит как такое помещение, знаете, как камбуз в такой-нибудь подводной лодке, там большая толстенная дверь, она закрывается таким круглой ручкой такой. И те, кто ходил на экскурсию к ним в офисе, они спрашивали, что там, что вы там делаете, зачем вам такая комната-то? А они говорят, а мы там тестируем молварь, молварь вроде не зверь, убежать не должна. Оказывается, что зверь. Один из сотрудников тестировал молварь, которая была связана с Bluetooth, то есть она заражала устройство по Bluetooth, он ее, не знаю, как, то есть компилировал, наверное, как-то, и решил пойти заварить чайку в соседнюю комнату. Естественно, он дверь эту открыл. Буквально в течение получаса их компания лежала под глубоким дедосом, им навалило тонны спама, на них начались различные атаки. Это черт, который по Bluetooth распространялся, он начал заражать устройства, которые в лаборатории находились, и ввел их в своеобразную ботнет-сеть, то есть управление злоумышленниками. Поэтому такие вот случаи тоже бывают. Мы советуем как можно чаще ограничивать использование Bluetooth. Если вы можете не пользоваться Bluetooth, не пользуйтесь. Там, где это не нужно. Конечно, если это помогает вам упростить работу, сделать вашу жизнь проще, то, конечно, используйте. Только обновляйте ваши девайсы, следите за тем, чтобы они тоже были secure. Там, где можно не пользоваться Bluetooth, там не пользуйтесь. В некоторых кейсах люди подключаются не по Wi-Fi, а по шнурку. В общем-то, та рекомендация, которую я сейчас дам для проводных сетей, она годится и для Wi-Fi. Но она такая, более продвинутая. Она говорит о том, что если вы знаете, как это делать, и вы понимаете то разграничение доступа на сетевом уровне, то, пожалуйста, займитесь этим и настройте различные подсети, и настройте списки доступа на сетевом уровне между этими подсетями, так, чтобы если у вас появилось какое-нибудь зараженное устройство в вашей сети, то оно не могло атаковать другие устройства у других подсетях. Если вы понимаете, что такое ламп, понимаете, как настроить АЦЛ, то не побрезгуйте, настройте эти технологии, используйте их для того, чтобы лимитировать плоскость атаки внутри вашей подсети. Дальше поговорим о защите ваших цифровых устройств. здесь есть разные типы цифровых устройств. Мы в первую очередь сосредоточимся на операционных системах. Это Windows, Linux, Apple, Mac, MacOS. Что мы советуем использовать? Это антивирусный продукт. Здесь могут быть разные варианты. Чаще всего можно использовать антивирус, который предлагает компания. Можно поставить, что это бесплатно. В принципе, как базовый, хотя бы базовый протекшн бесплатного антивируса может хватить. Включите Firewall. Я знаю, что в Linux и Mac Firewall чаще всего выключен, но кто знает, что вы меняете на своих машинах. В общем-то Firewall это такая вещь, которая ничего не ломает по умолчанию. Если вы его включите, то в принципе у вас ничего не должно сломаться по умолчанию. Он сломает только если вы что-то настроили такое, чему нужно предоставить доступ посредством Firewall, то есть дырку в Firewall сделать. Но тогда лучше знать о том, что у вас эта вещь настроена на ноутбуке или на десктопе, и создать эту дырку вручную в Firewall, чем вообще не знать, что у вас какой-то сервис работает, к которому можно обратиться с другой машиной или с другого устройства. Зашифруйте ваши жесткие диски, если это необходимо. Если этого требует организация или если этого требует обстоятельства, зашифруйте жесткие диски. Есть различные тулы, ссылочки есть для Mac, для Windows, для Linux. Я все привел. Можете воспользоваться этими тулами, они все бесплатные. если Windows у вас профессионал, конечно. Обновляйте вашу операционную систему с ножа. Уязвимости появляются каждый день. Вот серьезно, если открыть фид какой-нибудь с уязвимостями в софте, в различных операционных системах и так далее, вы каждый день просто утонете в эту информацию, сколько всего появляется. То же самое с операционками. вендоры операционных систем, они выпускают апдейты с определенной периодичностью. На Linux там своя периодичность, на macOS приблизительно раз в месяц, на Windows это раз в месяц. Но то, что вам нужно обновлять вашу операционную систему регулярно, это однозначно. Потому что вы можете не обновлять ее несколько месяцев, и все, можно сказать, что у вас уже стабильно есть несколько уязвимостей, которые можно проэксплуатировать удаленно, получить доступ к вашей машине, и дальше делать с ним все, что злоумышленник захочет. Поэтому апдейты операционки это очень важная штука. Когда мы говорим про апдейты операционки, это хорошо, но все забывают про то, что у нас софт еще стоит. Операционку там мы обновили, а как поступать с Visual Studio, а как поступать с Python, а как поступать с Notepad плюс-плюс, с VLC медиаплеером, с Photoshop и подобными вещами, с теми же браузерами, Chrome, Mozilla и так далее, они же тоже нуждаются в апдейтах. И все, весь этот софт тоже нужно апдейтить. На Linux это более-менее просто делается. Вы апдейтите командой apt-get, update и потом upgrade. И таким образом вы можете проапгрейдить весь софт, который у вас есть. Для Mac там в принципе тоже понятно, вы через App Store заходите и обдейтите софт. Для Windows все не так тривиально. Есть такая штука, она называется Chocolaty. Это как менеджер-установщик различного софта на Windows систему. Если вы через этот Chocolaty ставите себе софт, то в принципе вы потом можете очень просто одной командой этот софт обновлять. Вы потом можете написать в какой-нибудь файлик, в скрипт запихнуть весь софт, который вам нужно обновить, то есть команды прописать. Запускать этот файл периодически, он будет обновлять вам весь софт автоматически. Есть еще другая тула, она называется PatchMyPC. она бесплатна для приватного использования, то есть для Home Use. И ссылку на PatchMyPC я привел вот здесь она есть у вас в PatchMyPC и Home Updater. Там эта тула может обновлять не весь софт, но по крайней мере часть вашего софта она сможет автоматически подтягивать апдейты на него и автоматически их ставить. Удалите все приложеньки, которые вам не нужны. Можете прямо после нашего митинга зайти в Adjambl Programs и посмотреть какой софт у вас стоит и удалить тот софт, который вам не нужен. Если вы не знаете что это, зачем оно вам надо. Я могу очень много рассказать, как этот софт к вам попадает. Всякий там браузер спутник и так далее. Но это просто сильно затянется. В общем, посмотрите на софт, который есть и удалите то, что вы считаете нерезонным для вас. Поставьте надежный пароль. Защитите вашу рабочую станцию надежным паролем. Это, кстати, очень правильная рекомендация. Что такое надежный пароль? В общем, я бы посоветовал поставить 10-символный пароль, который включает в себя большие, маленькие, маленькие, заглавные буквы, цифры и знаки. Желательно написать какую-нибудь фразу. Можно вообще фразу из книги, например, взять, которую вы точно не забудете. Просто ее написать фразой с пробелами, с точками, со всеми знаками пунктуации. Может, 20-30 символов быть. Можете использовать такой пароль. Блокируйте вашу машину, когда вы от нее отходите. Я вот вам много раз про кота рассказывал. Я один раз зашел в комнату, он на клавиатуре с жопой сидит, извините за выражение. И я уж не знаю, отправил он кому-то письмо или нет, но такое тоже бывает. Поэтому вы смотрите, особенно если у вас есть домашние питомцы, это все может плохо кончиться. Клиенты и босс могут не поверить в то, что у вас есть домашние питомцы. А вообще лошадь машины это хорошая практика. Мы чуть дальше поговорим об утечках информации. Я вам там дальше немножко примеров расскажу. Android и iOS это самые популярные мобильные операционные системы. Снова же обновляйте операционку регулярно на ваших мобильных девайсах. Обновляйте софт через Google Play или через App Store на вашем iOS. Удалите ненужные приложеньки. Рекомендации стандартные. Обычно телефону связываться с девайсами внутри вашей сети не нужно. Ему нужен телефон выход в интернет. Закиньте его в гостевую сеть и у вас будет secure. То есть вам связь не нужна. Нужен только выход в интернет, но зато вы себя обезопасите. Если телефон у вас сломают, заразят или что-то с ним сделают, то он больше никакие девайсы в вашей сети атаковать не сможет. используйте PIN и автолог. Что имеется ввиду? PIN это пассворт. Защитите свой телефон точно так же как пассворт protection. При этом большинство людей используют fingerprint и face recognition. Это нормальная техника. Запрещать это на мобильных телефонах использовать грехоподобно. Если вы не храните сверхсекретную информацию о ядерных боеголовках, наверное, fingerprint может подойти. Хотя последнее исследование, которое расшарила компания, вылетела из головы CISCO и они ведут ресерчи различные. Ладно, вспомню, потом вам скажу, как называется компания, очень популярная. они расшарили ресерч о том, что им удалось обмануть 70% девайсов, которые по фингерпринту, по отпечатку пальца разблокируют девайсы. Ну, вот такая вот история. Делайте выводы сами дальше. Кстати, я одну рекламку увидел, там, где парень, там девушка приходит, а он вроде как спит, и она прикладывает один палец в руке, другой палец в руке, третий палец в руке, четвертый, пятый, ни один не работает. И она такая расстроенная выходит, а он просыпается, такая ехидная улыбка к пальцу ноги прикладывает, и телефон разблокируется. Но я не знаю, насколько это работает, я, честно говоря, ни разу на палец ноги не ставил блокировку телефона, но мне кажется, этот метод не очень хороший. Вот, поэтому, не знаю, смотрите сами. Я использую разблокировку по пальцу, но я ничего и не храню особо важного на своем телефоне. Теперь о кибергигиене быстренько поговорим. Про то, что нужно защищать свой внутренний home, digital environment, это мы поговорили, это сеть, это ваши девайсы, это Internet of Things девайсы и так далее. То есть, мы, в принципе, вкратце об этом уже все сказали. Следующая рекомендация. Не перемешивайте ваши личные какие-то вещи, с которыми вы работаете, с рабочими вещами. Когда вы работаете, работайте в отдельном аккаунте. заведите себе аккаунт на вашей машине рабочий, который вы заходите и вы там делаете, работаете работу. Потом, когда вы закончили работать, отключитесь от VPN организации, перейдите в другой аккаунт и работаете в этом отдельном аккаунте с вашими персональными штуками. Если вы используете один и тот же лаптоп или десктоп для работы и для ваших личных развлечений и так далее. еще одна вещь это то, что не нужно из-под рабочего аккаунта, рабочего компьютера, еще и с включенным VPN-ом качать себе на машину какой-то софт с торрентов, что-то там закачивать с нелегальных сайтов, смотреть видео на пиратских сайтах, эти сериальчики. Это все потом может плохо закончиться. Вы можете заразить свою машину, у клиента может сработать триггер, особенно если вы к клиентскому VPN-у подключены, что у вас какая-то вредоносная или подозрительная активность на машине, и потом клиент придет к вашей организации и спросит, а что там Вася торрент качает во время работы. Ну, не надо этого делать. Рекомендация простая, но вы сами догадываете, что это за последнее слово. Рекомендация, которая спасет вас в 99% случаев от фишинга, от различных атак, когда к вам в мессенджеры кто-то щимится и так далее. Попробуйте воспользоваться этой рекомендацией и контролировать себя, стараться не нажимать на те ссылочки, которые вы считаете подозрительными, некачественными. Если сообщение выглядит подозрительно, то лучше перепроверить это 10 раз. Ну, Влад в прошлом докладе вам об этом все рассказал более подробно. Да, вот это интересный, кстати, подход. Слушал один из подкастов по инфосеку и там паренек рассказывал пример о том, что сидит человек и он работает над, ну, в общем, для аэрокосмической отрасли он проектирует там, как какие-то вещи сложные, инженер-проектировщик. И он не блокировал свой компьютер домашний. Вот, в какой-то момент он пришел к своей рабочей машине и увидел, как его сын на телефон фотографирует схемы чертежей и делится ими в социальных сетях. И говорит, это так красиво. Вот, это был, конечно, эпичный фейл, согласитесь. Но тут надо понимать, что вспомните, например, о фильме, я не знаю, кто же смотрел, «Миллиарды» называется. И в первом сезоне там прокурор, который охотился на богатого чувака, который там на фондовой бирже торговал, у него была жена, которая работала у этого богатого чувака. И в какой-то момент она не заблокировала свой планшет, кажется. И там была информация про этого богатого чувака. И он взял ее планшет и этой информацией воспользовался. Вот такого рода утечка тоже происходит. Поэтому мы не говорим о том, что кто-то у вас что-то хочет воровать. Просто люди могут не знать или делать это умышленно в каких-то корыстных целях, не хотят вас обидеть как-то. Но такое иногда происходит, об этом тоже надо помнить. Это помимо того, что животные могут еще понажимать клавиши за вас. Используйте двухфакторную аутентификацию для персональных аккаунтов. Gmail, Skype, Facebook, Twitter, в общем, везде, где можете, везде поставьте двухфакторную аутентификацию. Лишнее не будет. Двухфакторная аутентификация подразумевает, что вам на телефон приходит какой-то код либо в приложеньку, либо по SMS, либо вам звонок поступает, и вы подтверждаете, что вы действительно хотели войти на этот сайт. Если вы в приватбанк заходили, то вы знаете, что такое двухфакторная аутентификация. Дальше это загрузка всякого софта из источников. Все-таки желательно качать софт либо из тех источников, которые дает вам организация, либо из официальных сайтов, но не с торрентов. Когда вы с торрента что-то качаете, ну точно там все не так чисто. Ну не во всех случаях, естественно, есть официальный торрент-раздач, но если это какой-то торрент-трекер сомнительный, то скорее всего. В общем, официальные сайты, порталы, которые выдает вам компания, вот с этих источников качать можно. Ну и помогайте своей организации защищать данные. Смотрите, нужно, во-первых, следовать тем рекомендациям, которые выдает организация, она точно вам скажет, что нужно делать. Второе, это нужно репортить инциденты. То есть, когда вы становитесь жертвой какого-нибудь хакера, который вас протоковал, злоумышленника, и вы думаете, что он протоковал только ваш личный девайс, ну хорошо, ваш личный девайс, но вы-то можете точно не знать, как события могут развиваться, потому что вы чаще всего не интересуетесь так глубоко сферой информационной безопасности, а ведь то, что вас компрометировали один девайс, потом эта инфекция могла распространиться на другие девайсы, у вас могли взломать Wi-Fi роутер, у вас могли взломать рабочую машину, даже если у вас просто холодильник заразили, или мобильный телефон, например. Поэтому будьте осторожны с этим, если вы попали, вы знаете, что у вас произошел какой-то инцидент, лучше это зарепортить, даже если это произошло на вашем личном девайсе, пускай ваш инфосек департмент посмотрит на то, есть ли других рисков здесь. Не печатайте дома ничего, потому что у вас нет шредера дома, скорее всего, 99, 9,99, 9,0 процентов случаев нет шредера дома, как вы будете потом избавляться от этих напечатанных бумажек, скажите мне. Если вы не знаете, что делать, спросите у коллеги, спросите у вашего инфосек департмента, у кого-нибудь спросите, вот прежде чем делать, это вот тоже хороший совет. Ну и помогайте вашим коллегам делать правильные вещи, потому что без этого мы пропадем, я в конце скажу пару слов об этом. Инфосек команды, то есть поговорим теперь о том, что инфосек команда должна делать, этот раздел будет еще меньше, а следующий совсем маленький, поэтому немножко. Инфосек команда должна уведомить своих сотрудников о том, что они рекомендуют, то есть выдать свои рекомендации от инфосека, для того, чтобы люди понимали, как они должны действовать. Нужно сместить свой фокус, и как только появляется какая-то угроза, Emerging Thread, нужно сразу о ней оповещать, потому что люди, они же часто не следят за такого рода новостями, зачем это им, но если видно, что это может заэффектить компанию, об этом нужно рассказать сотрудникам, чтобы они были aware, чтобы они понимали, что нужно делать в таких кучах, как это предотвратить. и нужно сместить фокус в educational программах, то есть надо обучать людей релевантным вещам. Со смещением фокуса на work from home мы начали работать в такой среде, когда люди remote, у них remote access очень сильно развит, и сейчас по данным статистики на 30 тысяч процентов выросло количество атак, связанных с малварными атаками, фейковые apps на мобильные телефоны, фейковые приложения, фишинговые атаки, о которых Влад рассказывал тоже, и различные атаки на remote access, в основном связаны это все с COVID, фейковые аппликейшены и фишинговые атаки, они все с темой COVID связаны. Атаки на remote access, они связаны с различными эксплойтами и так далее. на 30 тысяч процентов, то есть сколько там, наверное, на 100, поделить, да, в 300 раз, в 300 раз выросло количество атак на все вот эти штуки. Поэтому нужно смещать акцент ваших образовательных программ и учить людей, как противостоять вот этим штукам, то есть рассказать о том, что есть реально фейковые аппликейшены, которые считывают ваши данные в РУ и приватные данные, о том, что есть куча фишинговых сайтов, которые очень похожи на легитимные по COVID и так далее. Ну и учить людей, конечно же, работать издавна секьюрно, то, о чем мы говорили в первой секции. Remote Access Security, это в первую очередь нужно проверить конфигурацию ваших VPN и апдейтить VPN сервера регулярно, потому что как только эта тема с COVID стала популярна, люди перешли на Work From Home, куча VPN серверов поподнималась в интернете, потому что люди начали своим сотрудникам предоставлять удаленный доступ. И сразу же какая-то иранская группа хакеров нашла кучу уязвимостей в различных VPN решениях. Там и в Palo Alto, и в Fortinet, и в каких-то еще решениях уязвимостей нашли и начали эксплуатировать их. Буквально очень быстро все это распространилось, распространилась информация о том, что есть такая группа хакеров, которые там что-то взламывают и уже атаки происходили на эти сервера. Нужно было апдейтиться очень быстро, поэтому апдейтить VPN сервера это очень такая вещь, которая сейчас актуальна и нужно ей заниматься очень активно. Пересмотреть то, какие у вас настройки Network Intrusion Detection Prevention и в общем у вас раньше люди сидели в офисе, их трафик ходил из офиса в интернет по определенным маршрутам сетевым, а теперь люди работают из дому и они подключаются к вашему VPN и ходят из дома в VPN, то есть внутрь вашей сети. То есть трафик изменил направление движения. Соответственно и вам нужно реконфигурировать вот security инженером, нужно реконфигурировать в компании настройки того, как Network Protection системы, они трафик, какие потоки они считывают, что они блокируют, какие сигнатуры они имеют и так далее. советуем спрятать как можно больше ресурсов за VPN-ами, потому что каждый ресурс, который не за VPN-ом стоит, это потенциальная точка атаки и точка входа в вашу сеть. Установите двухфакторную аутентификацию на VPN доступ, чтобы люди подключались, но только после того, как второй фактор подтверждат. Надежные пароли используйте и защиту от brute force этих паролей, чтобы их невозможно было быстро перебрать. И есть такая штука, то есть желательно поставить какой-то софт, который позволит проверять надежность, секюрность системы перед тем, как позволять подключиться ей к вашему VPN. Если этой штуки нет, то скорее всего к вашему VPN может подключаться все, что угодно, начиная от Windows XP. Ну ладно, Windows XP я перегнул, сорян, но Windows 7 вот такой я видел и заканчивая какими-нибудь старыми телефонами, типа Android 5 и так далее. Это все может быть малварное, 10 раз уже взломано с кучей малварей, но оно подключается в вашу сеть и спокойно может дальше атаковать ресурсы внутренние. Если предоставляете прямой RDP доступ, например, через RDP Gateway, те же самые рекомендации используйте. Обновляйте 2FA, надежные пароли, посмотрите, чтобы трафик мониторился на системах и так далее. Мониторинг в первую очередь все так неожиданно произошло, а как мы интересно будем обновлять наши станции, которые дома стоят у сотрудников, а сотрудник может даже не подключаться по VPN к нашей инфраструктуре, а в таком случае наше централизованное решение, которое стояло у нас в сети, оно не сможет апдейты передать этой рабочей станции. И тут вопрос встает, а как мы тогда апдейтить будем те станции, которые не подключаются по VPN к нашей сети, и как мы будем их поддерживать в актуальном состоянии. То же самое, как мы будем смотреть, уязвимы ли эти устройства или нет, как мы будем их администрировать, что мы будем делать в случае возникновения инцидента, как мы будем инфорсить политики на этих устройствах, если мы достучаться до этих устройств не можем. Тут есть ответ на этот вопрос, если у нас есть секьюрити инженеры, то можем потом подискутировать на эту тему. Есть такое решение, называется оно Mobile Device Management, и это решение устанавливается как пакет на конечную станцию и синхронизируется с клаудом, то есть где-то в клауде стоит менеджмент консоль, соответственно, вы не теряете доступ к этому устройству, вы можете им управлять, накатывать политики, апдейты, можете считывать какие-то логи, можете просматривать информацию, которая есть, не информацию, а там, например, какой софт установлен, чтобы понять, уязвимый есть софт или все проапдейшн на этой станции и так далее. То есть эти решения уже есть, просто ими нужно воспользоваться. Ну, если у вас есть какие-то он-премис решения, то можно сделать для них Cloud Gateway, то есть фактически дырку на ваше внутреннее решение где-нибудь в клауде разместить, прокси, например, и через это прокси настроить вход в вашу внутреннюю сеть для того, чтобы с удаленными устройствами общаться через этот Gateway, когда человек не подключен к VPN. Ну и напоследок один слайдик про организацию будет, то есть это High Level Action Plan. В первую очередь нужно пересмотреть Business Continuity и Disaster Recovery планы, то есть что вы будете делать, как обеспечить непрерывность бизнеса, когда все люди массово переходят в удаленный режим работы, как восстановиться после Disaster, Disaster это в общем он уже произошел, все люди быстро переходят в режим работы из дому и там много бизнес решений надо было принять и у всех людей корпоративные лэптопы есть или кто-то будет с десктопом работать на личных девайсах позволяем работать или нет, что делать если человеку нужно работать а у него нет машины дома а хватает ли им интернета для того, чтобы подключаться и remote work делать там и так далее. Там очень много вопросов есть, которые надо решить. Убедитесь в том, что у вас достаточно capacity для того, чтобы все ваши сотрудники могли подключиться к VPN серверам. Переоцените все ваши риски безопасности, потому что, как вы видите, смещение произошло достаточно глубокое на фишинговые атаки, на remote work, на апдейты именно тех вещей, которые торчат наружу, апдейты VPN серверов, обеспечение безопасности home environments, digital environments. Вот на это сейчас нужно упор делать. Тут риски сейчас. И, конечно же, обучайте сотрудников работать секьюрно из дому. Это то, о чем мы говорили в первой секции. И, убедитесь в том, что они работают секьюрно. То есть, тут можно и аудит провести или каким-то образом перекличку сделать. Но при этом старайтесь не вторгаться все-таки в приватное пространство людей. И нужно для себя выработать четкие критерии, что вы можете проверять, а что нет. Ну и, конечно же, нужно убедиться в том, что если люди хотят репортить инциденты, если им нужно о чем-то спросить, то должны все коммуникационные каналы быть для того, чтобы это сделать. Иначе ничего работать не будет. Человек, который не знает, что сделать в какой-то ситуации, он, к сожалению, сделает то, что считает нужным, а это не всегда правильно. Ну и напоследок, тут такая вот глава, я немного хотел подвести итог. Есть две книги отличные. Enterprise Cyber Security и CISO Compass. Книги просто шедевральные. Я бы всем Security Professional советовал их прочесть. Всему свое время, конечно, классные книжки. Значит, в одной из них описывается, как атаки, и не атаки, а как механизмы безопасности развивались, вот тут их пять ступеней. И чем мы выше идем, то есть пятая ступень это самая сложная, самая сложная, самая зрелая. Также во второй книге описаны этапы развития от CISO. От CISO это Chief Information Security Officer. Это роль такая в организации самого главного человека по security. И как вы понимаете, что maturity, то есть зрелость и сложность, она растет к нижним уровням, к пятому, к самому высокому. Так вот, мы пришли к тому, что у нас есть биологическое, сейчас вот то, как они в книге это назвали, это Biological Defense. Это когда механизмы безопасности уже стали настолько сложными, что они сами себя адаптируют под новые реалии. Это всякие механизмы машинного обучения, которые обучаются в процессе того, как они блокируют новые угрозы. это подтягивание новой информации и шаринг информации между организациями. Есть там уже механизмы, которые позволяют это делать. Обмен опытом, обмен информацией, автоматическое подтягивание решений, составление, есть такое решение, называется SWAR, Security Orchestration and Automation. Он позволяет автоматизировать принятие решений между различными security компонентами в вашей системе. системой защиты стала очень сложной, очень сложной, саморазвивающейся, организующейся, живой такой системой. И роль CISA, она тоже очень сильно поменялась. Как вы видите, она включает в себя, точно так же, как и все механизмы безопасности, они включают в себя все предыдущие уровни, но и очень большой акцент делают на самом последнем уровне. Сейчас мы находимся на уровне, когда мы должны обеспечивать privacy, но быть, знать, где находятся наши данные и data aware, защищать именно данные наши. Это все достаточно сложно сделать, и все вот эти механизмы безопасности, они достаточно сложно работают в условиях work from home режима, когда ваши сотрудники удаленные. Нужно пересматривать очень много контролов, нужно пересмотреть бизнес-процессы, которые связаны, и в эти бизнес-процессы встроить механизмы безопасности. Нужно знать, где данные хранятся, нужно знать, как соблюдать privacy, нужно перенастроить все механизмы безопасности, а вы понимаете, что это biological defense, там все сложно. Поэтому эту предысторию я хотел рассказать о том, что невозможно сделать security в одиночку. Самое слабое звено, как считается, вы можете накрутить много, практически неимоверное, бесконечное количество security контролов технических. Это все не поможет, потому что есть человек, который нажимает кнопки. И считается, что человек это самое слабое звено в системе. Так вот, а вся безопасность системы, она равна безопасности самого слабого звена. Выходит, что мы с вами, как люди, мы с вами и есть определяющий фактор той безопасности всей системы. Если мы с вами допустим ошибку, то мы под угрозу ставим всю систему в целом. Поэтому лозунг такой «Let's work together for better security». Давайте делать security лучше вместе и давайте обеспечивать безопасность нашей компании, а компания должна обеспечивать безопасность ваших данных. заботиться друг о друге в плане security, я имею в виду и в целом. Компания должна обучать своих сотрудников, рассказывать им о современных угрозах, рисках, уязвимостях, проводить для них тренинги, awareness-программы, фишинговые компании, показывать, где они могут ошибиться. А сотрудники должны качественно и скажем так, очень относиться к безопасности своего digital environment очень бдительно и помогать другим сотрудникам и помогать друг другу. Только в таком случае можно будет создать нормальную систему безопасности. Спасибо, это мои контакты. Сейчас я переключусь на чат и посмотрю, есть ли какие-нибудь вопросы. вы извините, что я так долго. Это все вызвано тем, что я отключался. Так, сейчас мы посмотрим, есть ли у нас... Ого! Так, а с какого периода, интересно, мне читать надо? Самый первый был касательно безопасности VPA2. Пишут, что уже пять лет как на GPU перебирается, никакая длина паролей не спасется. смотри, то есть я вижу, что ты по crack вопрос есть, да. Вопросы хорошие. Ну, в общем, VPA3, он-то не появлялся из ниоткуда, да. Он появился, в общем-то, из того, что VPA2 потихоньку морально устаревает в своих алгоритмах. Но все же он до сих пор является секьюр. Я не знаю, как вы собираетесь на GPU перебирать пароли, потому что пароль можно перебирать в онлайне. Если вы хотите перехватить Handshake и потом перебирать пароль на GPU, ну, я желаю вам удачи, честно вам сказать. Если вы туда поставите надежный пароль, я, честно говоря, не встречал еще ни одного сервиса, который на VPA2 позволил бы, например, двадцатизначный пароль взломать. На самом деле зависит от доступных ресурсов. Для такого можно использовать GPU-кластеры, где за полбиткоина вам подберут такой пароль за день. Полбиткоина сколько стоит? Вот, это вопрос ресурсов, которые на вас готовы потратить. да, в общем, я, кстати, не уверен, что полбиткоина будет достаточно для того, чтобы двадцатизначный пароль взломать. Я думаю, это будет стоить намного дороже. И, скорее всего, займет все-таки не денег. В общем, не знаю, скиньте мне какие-нибудь исследования, я хотел бы на это посмотреть. Если это действительно так, мне самому, честно говоря, крайне интересно. Из того, что я знаю, VPA2 сейчас secure, его можно использовать, если вы поставите действительно надежный пароль. Вот, никто вас взламывать за тысячи долларов, десятки тысяч долларов, скорее всего, не будет. Так, хорошо, поехали дальше. Я у себя, конечно, обновляю, да, обновлял буквально, ну, не знаю, как-то там Wi-Fi обновлял месяца три, наверное, назад четыре. Но я еще обновлял до COVID, я как бы немного преждевременно с этим. Крэк есть, такая уязвимость, крэк, да, действительно, но надо патчиться. Я понимаю, что не все вендоры выпускают патчи на крэк уязвимость, и я согласен абсолютно, что тут могут быть проблемы, но что вы можете сделать? Первое, нужно патчить устройство, во-первых, ваши там мобильные девайсы, лэптопы и так далее. Во-вторых, патчить фермвер на вашем Wi-Fi роутере. В-третьих, лимитируйте, вот это, кстати, хорошая, надо в презентацию добавить, лимитируйте радиус действия вашей Wi-Fi точки, то есть уменьшите power на ней, там можно такую штуку сделать, чтобы она не выходила за пределы вашей квартиры. В принципе-то это не нужно, вы когда в квартире, вы тогда, или в доме, вы тогда пользуетесь Wi-Fi, вы вышли, не надо, вам это не нужно. Может скорость упасть в каких-то отдаленных участках вашего дома, квартиры, но в целом это позволит хотя бы не атаковать кому-то вас с лестничной клетки. Кстати, я такие атаки с лестничной клетки, я имею в виду, я их встречал в своей жизни. Вот, вы можете к этому со скепсисом относиться, но я честно вам скажу, я такие атаки в видео вживую. Вот, поэтому будьте аккуратны. Так, давайте дальше поехать. Собственные прошивки, значит, обновлять их тоже по-собственному. Пишите на них апдейты и обновляйте. Да, в Zoom, значит, у нас есть отдельные рекомендации, которые для Zoom. Если вам интересно, свяжитесь со мной потом отдельно и мы с вами эти рекомендации можем пошарить. У нас есть отдельный раздел, но в принципе Zoom сейчас очень активно взялся за разработку Security Fitch и из того, что я вижу, то где-то к концу апреля, в начале мая у них уже появится хорошее приложение, в которой будет Security by Design. То есть, в принципе, где-нибудь с начала мая, там, серединки мая уже можно будет пользоваться Zoom. если вы не будете ухудшать ситуацию, то в принципе она по дефолту уже будет неплохой. И вот эти все вещи, которые связаны со срывом вебинаров в Zoom, со всяким Zoom-бомбингом, они тоже полечились теми фичами, которые они сейчас внедряют. Так, вопрос. Мнимая бабушка бухгалтерша домашняков, ну-ка. Есть термин за VPN-ами файерами. Как поднять секьюрность бабули, которой нужно работать с ресурсами предприятия? Я помню, как когда-то новость была, она такая интересная, настоящая, но смеялся я от нее долго. Значит, на компьютере у одного из бухгалтеров одной компании нашли 120 или 130, ну-ка, короче, большое количество вредоносных программ, и компьютер нормально работал. Никто не парился о антивирусной защите, о всех этих штуках. Но интересный, кстати, вопрос, как поднять безопасность понимания того, что нужно обеспечивать безопасность бабули. Я бы посоветовал, что сделать? Во-первых, созвониться с бабулей, если это можно сделать через какой-нибудь там Skype или что-нибудь еще, и помочь ей прямо в онлайне прямо натыкать нужные параметры безопасности. Проверить, что у нее стоит антивирус, включен Firewall, есть апдейты, адекватная система стоит, что она правильно подключается, поставить ей пароль новый помочь, настроить ей Wi-Fi точку. То есть вот такой режим может очень сильно помочь. Второе, это то, что если у вас есть возможность, то для таких пользователей желательно нарезать правила. То есть вообще, в принципе, каждый, если есть возможность разграничения доступа на сетевом уровне, то каждая группа пользователей, скажем, она должна ходить на свои ресурсы. Вот, и в идеале эта бабуля, ну да, она может взломать там какие-нибудь сервера, или там, потому что ее взломали, но не все предприятие целиком. Вот, поэтому тут нужно еще со стороны компании позаботиться о том, чтобы на сетевом уровне все это ограничить. Так, пока Вадим ищет следующий вопрос, хочу обратить внимание еще раз на ссылку с обратной связью. Обратная связь для нас важна, пожалуйста, заполните по возможности при желании. Ты шел Трумана смотрел? Естественно. Ты помнишь, как там жена постоянно рекламировала хлопья, а он не мог понять, с кем она разговаривает. Он тут думал, что она жена, а она там хлопья рекламировала постоянно. Сейчас такая ассоциация возникла. Ну ладно, в общем, есть ли у вас такой опыт? Что по нашему мнению обязательно к прочтению для поднятия уровня секторности у юзеров? К прочтению кого? То есть для меня, как для секьюрити-инженера, прочесть, для того, чтобы потом понять, что рассказать юзерам, мне кажется сложно. Мне кажется сложно. Почему? Потому что здесь должно быть комплексное понимание вопроса. Одну, две, три книжки вы прочтете, у вас комплексного понимания не будет. Здесь важен опыт и важно понимание рисков определенных, которые могут возникнуть. Здесь нужен очень хороший бизнес-инпут. То есть нужно от бизнеса попросить что-то, то есть что для них важно, какие ресурсы критичные, какие у них риски они видят. И со своей стороны переложить это на инфосек-риски и уже рассказать людям со своей точки зрения, со своей колокольни, как можно от этого защититься. Даже если вы прочтете пять книжек, ну не сложится у вас к сожалению нужного представления о том, что нужно рассказать людям. То есть нужен опыт и все-таки глубокий взгляд, широкий. Пользователям советую что-то почитать вообще бесполезно. я даже вам ну короче бросьте эту затею. Если вы хотите, чтобы пользователи что-то изучили, расскажите им об этом. То есть сделайте тренинги, вебинары, семинары, поговорите с людьми, проводите аудиты, на которых вы будете спрашивать секьюр на них работают. Нет, если вы видите inconsistencies, то есть гэпы какие-то в секьюрите, расскажите им, что вот можно секьюрно вот так поработать. Общение с людьми это самый важный инструмент, особенно сейчас. То есть нужно чаще общаться, делать рассылки регулярные, дайджесты выпускать, писать статьи на вашем внутреннем блоге, делать вебинары, тренинги и так далее. Вот это самое важное во всем эвернессе. Так, ну хорошо. так, ну этот вопрос не знаю, это вопрос общий, или к нам, или не к нам. Джитси, Джитси мы юзаем, но там, знаете, как бы есть проблема в Джитси, он работает своеобразно. Джитси работает таким образом, что каждый участник, который подключается к этой встрече, он является по сути хостом. Если у этого короче обработка видео и аудио идет на хосте. Если у вас какой-нибудь допотопный кумб, ну там не допотопный, но в общем старенький, да, когда к вам подключится много людей на митинг в Джитси, там человек 70, например, то у вас кумб просто ляжет, потому что ему нужно будет 70 потоков от разных людей, там видео аудио обрабатывать. Вот, Джитси это хорошая штука, но она плохо масштабируется, поэтому тоже надо учитывать. Умная розетка это вообще круто. Спасибо. Интересно, а что она делала эта умная розетка? Подключаю, на время подключения насколько безопасно использовать have I been pound? Безопасно. Ну, давайте я просто отвечу, безопасно. Там, значит, как они делают? Вообще, у них есть API. Если вы сильно боитесь вот этих штук, что они прямо через веб-интерфейс читают ваш пароль, например, такое возможно, теоретически, то можно использовать их API. API это application. что-то забыл. Ну, в общем, короче, можно использовать их API для того, чтобы проверять свои пароли. Она работает немножко интересным образом. То есть, вы отправляете часть хешированного пароля, часть хэша пароля, не полностью хэш, а часть хэша. И have I been pound сервис никогда в жизни не узнает целый хэш того пароля, который вы забили для проверки. Точно так же и сайт, в общем-то, работает. И вам выдается по этой части хэша, вам выдается там, ну, 100-200 вариантов, которые есть в этой базе. И если ваш целый хэш, который знаете только вы, есть в этих 200 там вариантах, то значит этот пароль находится в этой базе. А если в этих вариантах этого пароля нет, это значит, что в этой базе этого пароля нет. Вот и все. Но сам have I been pound сервис никогда весь хэш целиком не узнаем. Что из безопасного антивируса можете посоветовать? Это вообще вопрос неблагодарный. Не могу ничего посоветовать. Смотрите, в принципе, даже Windows Defender, который по умолчанию стоит в Microsoft, он стал неплохим. То есть можно его использовать как обычный антивирус. Если для Mac, есть AdvoCleaner, есть Avast, на Windows тоже есть Avast. Я думаю, что лучше всего погуглить какие-нибудь ресерчи на эту тему. Я находил пару сайтов, они называются CV-тест или как-то так, и посмотреть, какие из антивирусных продуктов лучше больше всего Malvari сейчас обнаруживают. Они проводят независимые тесты и показывают статистику. И это статистика, победители, они меняются из года в год, каждые полгода эти победители могут меняться. Просто сейчас такое понятие, как надежный антивирус, оно очень расплывчатое. они же обмениваются информацией тоже. Поэтому то, что обнаруживал например Касперский, в течение суток это начнет обнаруживать и кто-нибудь еще. Практически на 100%. Поэтому тут есть очень большие нюансы. Можно сказать, что вы можете выбрать практически любой из топовых антивирусных продуктов. Главное, чтобы он очень часто обновлялся. Как значит VirusTotal? VirusTotal это же не антивирус. На VirusTotal можно проверить какую-то штуку, но это же не антивирус. Вы можете проверить файл какой-то, но все-таки понимать, что VirusTotal вам антивирус не заменит. На VirusTotal надо тоже с осторожностью ходить. Объясню почему. Потому что вы можете туда залить файл, который с вашей corporate инфой или sensitive инфой вашего клиента на проверку. Случайно, например. Вы подумали, что это фишинговый файл, вам прислали письмо, а там какой-то PDF прикреплен, вы этого письма не ожидали, берете его на VirusTotal отправляете. А VirusTotal это сервис, который проверяет 60 различными, может даже больше антивирусными агентами тот файл, который вы залили, или там ссылку URL, домен. Так вот, вы этот файл загрузили, он вам показал все clean, все чисто, все хорошо. Это был реальный файл с sensitive data. Проблема в том, что он в VirusTotal потом останется, и вы никогда его удалить оттуда не сможете. И прикол еще в том, что люди, которые платят VirusTotal за то, чтобы копаться в их базе данных, которые они накопили, они потом этот файл могут найти и оттуда скачать. Поэтому будьте осторожны с VirusTotal. STCM это хорошая штука, но я задавал эти вопросы. STCM стоит внутри сети. И когда человек подключен по VPN, он работает. Но что, если человек не будет месяц подключаться по VPN? Ваш VPN будет, ваш STCM будет стучать в рельсу, потому что он не может достучаться до машины, которая стоит у кого-то дома. STCM безусловно очень классная штука, но нужен Cloud Gateway. Там есть решение, которое в клауде поднимается, и оно позволяет вам из клауда, STCM как-то менеджить. Поэтому посмотрите в эту сторону. Клоны сим-карт это, конечно, классная штука. надо, блин, заморочиться. Понимаете, мы говорим о рядовых случаях. Если у вас есть, если атакующий понимает, что через вас он сможет украсть сотни тысяч, миллионы долларов, то поверьте, они найдут способ вас поломить, помимо тех, которые мы описали. В большинстве случаев, в 99% можете об этом не париться. Никто вашу карту кунировать не будет. В принципе, это возможно. Там немного другие протекшн-механизмы. Одни мои товарищи вообще зарегистрировали свой телеграмм, многие там социальные сети на американский телефон, поставили переадресацию и все. То есть это все, конечно, очень круто, но для того, чтобы склонировать карту, теперь нужно склонировать ее в другой стране. Но это, кстати, для входа, это не для 2FA. Тут надо сказать. Печатать вообще не экологично. Да, согласен, отпечатать не экологично, поэтому я пишу ручкой. Как организовать гостевую Wi-Fi-сеть? Для этого нужен отдельный... Нет, для этого не нужен диапазонный роутер. Это можно настроить практически на любом Wi-Fi-роутере. Ну, смотря, что под двухдиапазонным. Понимаете, там, в принципе, практически все роутеры сейчас могут работать с двумя подсетями, просто на разных каналах. Настроить ее можно, зайдите в админ-панель вашего роутера и найдите там установки для гостевой Wi-Fi-сети. Там же вы сможете и найти информацию о том, чтобы настроить client-изолейшн. Да, ну, конечно, что там было вбивать руками двадцатизначный пароль. Особенно, если это какая-нибудь фраза из книги, ну, то есть, не фраза, а предложение, там, стишок, может, маленький, или что-то такое. А перед и хэшкет, это классные тулы, но для этого мощности нужны. Не получится у вас просто так взять и взломать, это же не магия какая-то. Мощность это деньги. Никто на вас тратить столько бабок не будет. Ну, в обычных кейсах. Больше все-таки не представитель Пентагона. Вот, я думаю, что на них тоже никогда будут такие деньги тратить, поэтому не парьтесь, коллеги. Так, ну, что-то новых комментариев не видно, либо я завис, либо вы, либо что-то еще произошло. На самом деле новых комментариев не поступает, и я думаю, можем потихоньку заканчивать. Да. можем заканчивать. Так что всем спасибо. Если мы на какие-то вопросы не ответили, мы ответим на них позже. Всем спасибо, хорошего вечера, и крайне благодарны, что дожили до конца. Это было долго, но я надеюсь, что крайне интересно. привет. Ну что, давай сворачиваться, погнали. попросили чуть-чуть подождать. Да уже нормально, уже подождали 15 секунд. Мы просили чуть больше 15 секунд. Черт. Все, у меня сейчас реально код в дверь сломает. Все, я пошел. Давай. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok